МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Завтра в Ветковском районе пройдет международный фестиваль. Лепшие водители МНС у Гомеля прошли с поборництвы по воджении аварийно-воротовальной техники. А зараз об этом меньшим больше подробязно. Продаж сельгаз-продприемства у приватникам махчимы, али при железной умове, что селянин не будет покрыл жены. Говорка про то, как праца забеспечивала технологичный процесс, и годно оплачивалась. Якость життя у весты сегодня обмерковывали на нараде с президентом в Шкловском районе. Керавник державы отзначил, что за пошние 15 годов отрымалось не только выратывать и одновить аграрный сектор, а и забеспечить необходимые социальные стандарты. Уветь в этот час дейничая программа модернизации АПК. Далейшее развитие галены цалком махчимы при уделе приватного капиталу. Алихалонная – годные умовы працы и достойный заробок. И тут ориентир от керавника державы. За два года довести средний заробок у аграрным сектору до 1000 рублей. Я не сторонник, чтобы приватизировать колхозы и совхозы, или как-то вы их по-другому сегодня называете. Я по-старому. Но, думаю, на меня крестьяне не обидятся, если я точно буду принимать решение о приватизации. Почему? 20 лет я вам дал время определять. И тот, кто хочет работать на земле без помещика, скажем так, тот сегодня работает. А кто не хочет, ну уж извольте. Государство на плечах не может вас нести и не должно нести. Поэтому мы не против для того, чтобы сюда пришел частный капитал. Но под железное условие, и мое железное условие, как человека деревенского, чтобы здесь не был обижен человек. Он должен приходить на работу, технологически обеспечивать процесс, получать достойную зарплату. Вы видите, что я наклоняю всю страну к тому, чтобы средняя была примерно 1000 рублей. Я думаю, что в будущем году перед губернаторами будет стоять задача, потому что они, прежде всего, за село отвечают. Задача не 600, а 800 рублей. И вы к этому готовьтесь. Это не значит всем сестрам по серьгам. Нет. Тем, кто работает. А через пару лет мы должны к той же тысяче подойти рублей и в сельском хозяйстве. На тех людей, которые работают. Средний заработный плат. Сегодня главник державы наведал и господарки агрохолдинга Купаловская. У центра уваги реализация задач по створению эффективного интегрованного сельгазобъединения с полным циклом вытворчасти, перепрацовки и реализации продукции на базе господарок Шкловского района. Холдинг Купаловская зарегистровали год тому. В его складе три организации. Президент подкрыснил, что эти первые умовы диктуют новые правила працы в аграрной сфере. Цель одна. Эффективное производство. В противном случае вы не выживете. Дело даже не в том, чтобы выжить не выжить. Я об этом тоже скажу. Цель в том, что мы сегодня, вот они прежде всего и я, мне принимать решение, мы уперлись уже в некую неопределенность в сельском хозяйстве. Стоит вопрос, как жить дальше. Как двигаться дальше для того, чтобы обеспечить эффективное производство. Для того, чтобы выстоять в этой конкуренции. Подчас наведывания комплексу «Великие Словени» президент деталево цикавился организацией працы и звернул увагу на то, что повсюдно необходимо брать на узброение лепшие передовые технологии с ориентиром на эффективность. Александр Лукашенко нагадал об заховании працонной дисциплины, а так само звернул увагу на целый шерох недопрацовок при развитии комплекса. У первой части – это внешний и внутренний выгляд помешканья для утримания живел. Экологичная безопасность граждан важна за экономичный эффект. На предприемстве «Гомель-Шпалеры» часово пропоняли вытворчасть для высветления причины зъедливого паху, на яке скарлятся мясцовые жихары. Сегодня тут провели мониторинг. Пробы отбирались в присутности видеокамеры. По завершении экспертизы, кировничество предприемства провело брифинг для СМИ, на яким открыто огучшило выники проверки и дальнейшие планы в борьбе с неприемным пахом. У нас сегодня создана комиссия вместе с экологическими службами. Проводилась определенная проверка, проводились отборы проб. Так можно сказать, что вокруг санитарной зоны пробы все, те, которые были отобраны, не соответствуют всем параметрам допустимым. Однако мы видим озабоченность граждан и в том, что выделяется неприятный едкий запах. Также на основании этого мы вынуждены остановить предприятие, для того чтобы совместно с контролирующими службами определить причину этого всего, провести дополнительную модернизацию оборудования, выйти на технологические режимы работы. Забота граждан для нас это стоит первого речи приоритетом. День жалобы. Беларусь сегодня вспоминает хвяр Великой Айчинной войны. Гомель так само долучился до Дня Всенародной памяти. Митинг-реквием присвеченный черговой годовине с дня початку Великой Айчинной войны пройшел на площади працы. Для вечного огня собрались ветераны, керавництва в области города и все те, кто выросшил отдать данину памяти о хвярам самой страшной войны 20-го стагодия. С 1-х яден тысячи гомельчан отправились в 9-ю армию. Те, кто застался, так само вели борьбу с ворогом в подполе. Больше за 2 года город находился в полоне ворога. 26 листопада 1943 года гомельчане сустракали бойцов Червоной армии. Гомель первым из областных центров Беларуси был вызволен от фашистов. У законченном митингу реквиему удельники усклали к ветке до братской могилы советским воинам и подпольщикам. Ветка рыхтуется принять удельника у Международного фестиваля «Славянская едность». 23 червеня тут пройдет сустреча прихраничных областей Беларуси, России и Украины. Сегодня, будучи в столице Дружбы-2018, наведал Олег Синцерову. Рыхтоваться до проведения фестиваля у ветка подчалейшая учора, а основные работы разгорнулись сегодня, починающие от установки гандлевых родов до монтажу белорусской и российской экспозиции. У Вогуле практически все основные мероприемства будут проходить по периметру ветковской Червоной площади. Тут же будет находиться и главная плясовка славянской едности. Головная сцена фестиваля у ветку ей привезли с Гомеля. Весь монтаж занимает около 8-х годин. Это складанная и литеральная нелегкая конструкция. Сама сцена, например, вважает 5 тонн, экран 1,5. Еще тонны 200 килограммов, пропадая на шматрике колонки. Колонки – особливый гонор организаторов. Это новая серия акустичных систем. У Беларуси такого обсталевания по оккульнима больше нигде. Якость ГУКу имеет тем больше важное значение, что, миновата на этой плясовце, завтра о 19.30 хвилин отбудется урочистое открытие сустречи делегации праграничных областей. А прощатагу на протягу дня тут же отбудется концерт молодежных коллективов и показ моды. Что-то, честно, инших плясовок, которые начнутся працовать с 9-й годин, то их некольки. Выставы сукветия Рамёстов, назад у СССР, моя малая родима и плясовка военной техники, якую представить КОП военно-гисторичной реконструкции Гонор-мундиру и областный музей военной славы. Наш проект из двух частей состоит. То есть это наши образцы вооружения, пушки, автомобиль, ну и плюс некоторые единицы оружия. И помимо этого будет выставлен ещё наш плоскостной материал, выставка «Маршал и Победы» о Егоре Константиновиче Жукове, Константина Константиновича Рокоссовского, которые имеют непосредственное отношение к нашей Гомельской области. Святый Пребраженский собор есть ещё одна кропка на карте международного фестиваля. У 10-1.50 хвилин тут отбудутся молебен и у складаний кветок дополнительным вёском. Обрачатого у рамках фестиваля плановится заденечить так само все спортивные объекты города. У дитяшей юнацкой спортивной школы пройдёт белорусско-российская молодёжная спартакияда. Креста 50 удельников во взрослении от 18-ти годов поспорчаются за узнагороды в игровом спорте, волейболе, баскетболе, мини-футболе. Спортсменам молодшего взрослого примет ветковский бассейн. У нас в этом году будут новинки. Мы в этом году включили плавание в связи с тем, что в ветке появился замечательный плавательный бассейн. И мы предложили нашим коллегам выставить спортсменов. Это будут начинающие спортсмены ТГ 3-4 года обучения на дистанции 25 метров. И это вид, который впервые будет на спортехиаде «Дружба» использоваться и проходить. А также в этом году мы попробуем по-другому провести соревнования по волейболу в связи с тем, что замечательная площадка есть пляжного волейбола. Мы проведём в этом году пляжный волейбол. Они, как всегда, традиционно это был зальный волейбол. Супрационники прокуратуры в области отзначают своё профессиональное свято. Сегодня у Гомеля прошёл урочистый сход, присвеченный Дню работника у прокуратуры. Наши корреспонденты наведали святочное мероприемство. Сегодня яны в парадной форме и в добром настрое. У Беларуси в 96-й раз отзначается День работника у прокуратуры. За этот час неодноразово изменялись задачи ведомства, али зауседы заставалось оголовное. Высокий профессионализм супрационников добросумленные и креативные относятся на это справы. Хоть захвачивается не только профессийная деянность. У фойе городского центра культуры выстава былого супрационника Гомельской прокуратуры Яугена Гаурленки. 35 годов на посаде следшего и десятки написанных картин. Летость он пошёл с життя, а ле у прокуратуры об им памятают. Очень часто на выходные дни, как я помню, вот он любил почему-то, да, на кухне, видимо, там никто не отвлекал, или почему. И вот он там садился, первоначально рисовал акварельные работы, акварельную, но это довольно затруднительно, там, потом одно время он рисовал работы маслом. Прокуратура Гомельской в области проверила, как покупники державной майомости выконывают свои обовязки. Органы прокуратуры займаются пытанием профилактики пьянства и алкоголизма. Прокуратура региона провела координационную нараду по пытаниях брать без коррупции. Это только некоторые факты из деятельности правоохолюков. И хоть значная частка их деятельности проходит под грифом, для службового крестания кончатковые выники бачны усим. Усягодна личба, управленная неизминулым годом, всё летал уровень злочинности в Гомеле снизился на 20%. На этом фоне гоноровые грамоты, поддяки и каштовные подарунки, которые уручаются пожарстворожистого схода, успеяются заслуженными узнагородами. Хоть только ими меры захвачивания у прокуратуры Гомельской области не обмежевываются. С этого года тут вернулись и до практики ведения властной книги гонору. Вот те ветераны, которые сегодня придут, они увидят свои фамилии в этой книге. Я думаю, это символично, поскольку они всю жизнь посвятили служению закону, всю жизнь посвятили работе в прокуратуре. И увидев себя в этой книге почеты, я думаю, они могут с удовлетворением сказать, что жизнь прожита не зря. Олег Сентюров, Вероника Ворошилина, Йогин Макинка, телерадоя компания «Гомель». У Беларуси протягивается проведение субботних телефонных линий местовых уладов. 23 червяня с вороты грамотян будет принимать первый наместник старшины Гомельского облана Александр Миколуцкий. Номер телефона 33-12-37. У Гомельским Гарвы конками прямую линию проведе первый наместник старшины Александр Сиваков. Звертаться треба по номеру 33-09-59. Прамые линии будут працовать с 9 до 12-1. На базе полигона Гомельского областного управления МНС прошли с поборниц поводжения аварийно-воротовальной техники. В дело их приняли 65 супрацовников МНС из всех подразделений в области. Заезды проводились и на специальных легковых автомобилях и на пожарных аварийно-воротовальных. С подробностями Евгения Кухаронак. Конкурс «Лепший водитель подразделения по надзвышанным ситуациям в Гомельской области» проводится что год и раз за разом в Гомель съезжаются профессионалы своей справы, которые в серьезной борьбе смагаются за звание и шанс представить свой регион на республиканских поборницах. Александр Пигуль удельничает в конкурсе «Пятый год за пар». Однако у Скорбонца его узнагород только призовые, серебряные и бронзовые. Каждый раз на соревнованиях сложные отрасли. Каждый раз волнение свое всегда берут. Ну а так практика, выезды на работе помогают, конечно. Ну и подготовка. Готовимся к соревнованиям каждый раз. Наконец-то я думаю, что в этом году призовое первое место, то было и второе, и третье, и никакое, и на республике было второе. Ну а так в общем работа трудная, готовимся». Свою мару Александр Пигуль здесь, с ним первое место все лето замоцывалось за им. Однако и иншие удельники конкурса справились с трассой новодатно. Без штрафных баллов в упробовании прошли около 90% водителей. А это является основным показчиком безопасного вождения спецтранспорта. Сегодня пирожкоты для пожарных машин нередко становятся автомобили, припаркованные не по правилах. Подобные ситуации на конкурсе так само пропрацовываются. «Вы прекрасно понимаете, насколько у нас за последние годы возрастает количество транспортных средств. Не только в общем движении, а самое большое количество транспортных средств возрастает на всех наших парковочных, стояночных местах в наших дворовых территориях. И насколько сегодня необходимы навыки вождения водителей для того, чтобы прежде всего своевременно, быстро и безопасно прибыть для оказания помощи нашим гражданам. И при этом оставить целыми невредимые транспортные средства, ну и соответствующий весь личный состав для того, чтобы выполнить соответствующую поставленную задачу». В прошлом году гомельчане стали призерами республиканских споборництвов сирот водителей в спецтранспорту. Все лета супрацовники наших подразделений в поназвышенных ситуациях с новыми силами попробуют завоевать золото. Евгения Кухаронак, Евгения Макенка, телерадио, компания «Гомель». Палас Румянск, Палас Румянск, Паскевича, запрошая на бедвальника познайомиться с засобливостями одного з найпрыгажейших стыляв, який панова у европейским мастацтве с конца 16-го до середины 18-го стагодзя. Тут открылась выстава мудрагелістая ліній барока. Экспозиция представлена с приватного сбору гомельського колекционера Сергея Пуцілина. Яна включила у сябені пауторные антыкварные прадметы мэблі і інтерьеру, гадзінніки, люстырки, веры, подсвечніки, сакратэры, фарфоровые статуэтки, живопісные палотны і інші унікальні экспонаты. Гэта страдавні отворы мастацтва выраблены переважно у 19-м стагодзі. В Європі произвел переполох, все поменялось, були совершенно иные взгляды, по-другому строилась композиция в картине, по-другому проектировалась мебель. То есть все было витиевато, все было сложно, все было на контрастах, много было динамики, очень много было театральности. Поэтому в 19-м веке людям хотелось что-то брать из доброго, теплого прошлого. Те же самые уютные обстановки, те же самые предметы, которые милы сердцу. И вот этот интерес как раз и был проявлен в предметах, которые здесь представлены. Гэта и так сама иншая новинка вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресі www.tvrgomil.by Далі у эфіры де-факто и спортивный огляд. А я з вами развітваюся. Усяго доброго і до новых зустріч у эфіры. Эфір телеканала Беларусь4 продолжает де-факто в студії Алексей Немкевич. Здравствуйте. Цена вопроса более 5,5 миллионов долларов. Именно на такую сумму предприимчивые мозырские бизнесмены продали из Евросоюза в Россию продукцию, попавшую там под санкции. Деньги сделали на овощах и фруктах. Томаты, яблоки, груши и другие товары группа мозырян закупала не только в Европе, но и в Турции на имя подставных предпринимателей. Продукция предназначалась для реализации в Беларуси. Однако, как только овощи и фрукты попадали в страну, их перепаковывали, оформляли поддельные документы и под видом белорусских товаров отправляли в Россию. Такая схема проработала весь 2017 год и принесла махинаторам миллионы долларов. За год незаконной предпринимательской деятельности фигурантами был получен доход на сумму более 11 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 233 УК Республики Беларусь незаконная предпринимательская деятельность в составе организованной преступной группы. Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок до 7 лет. Помощь спасателей понадобилась водителю Форда, который минувшей ночью попал в ДТП и оказался зажат в салоне своего автомобиля. Авария произошла на трассе М5 неподалеку от деревни Белица Жлобинского района. 30-летний мужчина не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение дороги отбойник. В результате он оказался заблокирован в авто, а его пассажир смог самостоятельно покинуть машину. Он-то и вызвал спасателей. Спасателям пришлось при помощи гидравлической аварийно-спасательного оборудования произвести его деблокировку. Сразу же он был передан работникам скорой медицинской помощи и доставлен в районную больницу. Милиционеры нашли злоумышленника, который в начале этой недели в Новобелецком районе Гомеля выбросил с 12 этажа многоквартирного дома собаку. Им оказался дворник одной из поликлиник, неоднократно попадавший в поле зрения правоохранителей за кражи и хулиганство. В ходе опроса мужчина признался, что вечером 18 июня в подъезде ему действительно повстречалась дворняга, которую он взял на руки и зачем-то поднял на 12 этаж дома. На балконе общего пользования с его слов собака случайно выпала из рук. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения животным, повлекшим его гибель. И напоследок в распоряжении корреспондентов нашей программы появилось видео, на котором запечатлено, как замначальника Гомельского районного отдела внутренних дел, находясь вне службы, на ходу задержал нетрезвого автомобилиста. Возвращаясь из магазина, мужчина увидел, как на стоянке возле его дома за рулем Ситроэна сидит нетрезвый водитель. Интуиция подсказала сотруднику, что автолюбитель рано или поздно захочет покататься. В тот момент возле дома было людно, гуляли несовершеннолетние, включая детей, самого милиционера. На скамейку пакеты с продуктами и даже начал шнуровать кроссовки. Но не успел. Автомобиль завелся и начал движение. Раздумывать было некогда. Подбежал, у него были окна открытые в автомобиле. Был в таком состоянии невменяемом, что он даже не обращал внимания, что происходит вокруг. Поэтому я просто как запрыгнул в окно, так нырнул, выдернул ключ с замка зажигания и дернул ручник. Водитель даже не ожидал, что так произойдет, поэтому этот эффект неожиданности сыграл свою роль. Нетрезвый водитель едва стоял на ногах. На его счету оказался целый букет нарушений, в том числе и издав в нетрезвом виде. За что мужчину ранее лишили прав. Теперь ему грозит новое разбирательство и штраф до 70 базовых величин по совокупности статей. О чем водитель думал, когда садился пьяным за руль, неизвестно. На воспитании у него находится четверо несовершеннолетних детей. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Сегодня в Могилеве поединка Днепра и столичного Динамо стартует игровая программа 13-го тура чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги. Футбольный клуб Гомель свой поединок проведет завтра. На выезде соперник футбольный клуб Минск. Матч пройдет на стадионе столичной команды и начнется в 18.45. В турнирной таблице соперник зелено-белых располагается на 11-м месте. Сами гомельчане напомню на 15-м. Правда отрыв Минчан невелик всего 3 балла. Начиная с сезона 2011-го года игры с Минском для Гомеля складываются весьма удачно всего 3 поражения при 9 победах. В минувшем сезоне в поединках с Минчанами зелено-белые добыли максимальные 6 очков. Также завтра состоятся поединки 12-го тура первой лиги национального футбольного чемпионата. Напомню, что в этом турнире центральный матч тура состоится в Мозере. Славия принимает у себя Бобруйскую Белшину начала игры в 17-30. Мозыряне сейчас в таблице чемпионата на третьем месте соперник на втором. При этом разделяет команды всего одно очко. Гомельский локомотив ждет в гости новополоцкий Нафтан. Игра на поле стадиона локомотив начнется в 18-30. Команда Павла Кречина сейчас на седьмой позиции в таблице чемпионата новополочане на 11-й. Химик также играет дома. Противостоять Светлогорской команде будет Лида. Житковический ЮАС отправится в гости к Сморгоне. Команда регионального управления Комитета госбезопасности стала победителем чемпионата областной структуры спортообщества Динамо по мини-футболу. Турнир проходил на стадионе Гомсюльмаш. Дружина КГБ в решающем поединке была сильнее представителей управления Следственного комитета. Бронза в этом году досталась команде гомельского погранотряда. Всего в чемпионате приняли участие 9 дружин. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин